Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши уроки по фикху шафидского мазхаба по кинге Абу Ширча. Сегодня мы дошли до темы праздничные намазы и обсудим коротко о праздничных намазах. Книга является для начинающих и очень простая, и там минимум тем, то есть тема по минимальному раскрыта, нет много ответвлений, разъяснений, поэтому мы, иншава, постараемся коротко по ней пройтись. У кого будут вопросы, они могут дополнительно потом мне спросить, иншава. Фаслун, автор говорит, ва салату л'идейни суннатун муаккадатун. Праздничные два намаза, они являются сунной муаккада, то есть сунной, которую Пророк Сол сам не оставлял. Они не являются фарзом, не являются ладживом, они являются сунной, но сунной, которую Пророк Сол сам делал акцент и не пропускал, и является одной из важнейших вещей в исламе, в религии ислам. Этот праздничный намаз стал сунной, второй год хиджри, когда Пророк Сол сам сделал хиджри в Медину, второй год стал сунной. И первый праздничный намаз, который Пророк Сол сам читал, это был аид аль-фитр, то есть окончание намаза месяца, праздник разогравления, первый сделал Пророк Сол сам. И праздничный намаз читается два рака'а, то есть праздничный намаз обычно читается два рака'а. Юкаббир фил-улла саба'ан сиват такбират ли-ихрам, в шафейском мазхабе сунна, семь раз такбир делает в первом рака'ате, не считая такбир и храма, когда ты заходишь в намаз. То есть вошел намаз Аллаху Акбар, с намерением праздничный намаз, сунну почитать, и после этого такбир Аллаху Акбар, еще семь раз я думаю Аллаху Акбар, и между Аллаху Акбар, Аллаху Акбар до семи раз. Между каждым такбиром ты говоришь Субханна Аллаху Акбар, и на седьмом, когда ты такбир делаешь, имам делает седьмой такбир Аллаху Акбар, и начинает читать Фатиху. После Фатихи Суру читает, и идет руку, и второй фил ул-саба, в втором рака'ате, хамсан, пять такбиров он говорит, сиват такбират ли-гиям, не считая такбир, который он когда встает с уджуда делает, говорит. После праздничного намаза делает два хутба. То есть, два проповедей или одна проповедь, и между ними он садится, паузу делает. Как пятничный намаз. Пятничный намаз, разница в чем? В том, что в пятничный намаз ты делаешь сперва хутба, потом читаешь намаз. А в праздничном намазе наоборот, сперва ты читаешь праздничный намаз, потом он делает хутбу. Почему? Потому что так пришло в Сунни, что Амр бн Ауф Аль-Музани Радия Аллаху, он написал сам, «Каббара фил Идайни, фил Ула Саб'ан, кабли л-гира'а». Хадис, который передал Тирмизы, говорится, что Пророк, 7 раз так переговорил, в первом ракаате, в праздничном намазе, во втором ракаате 5 раз так переговорил. Тирмизы говорит, что это самый лучший из тех хадисов, которые в этом теме прошло. Также Ибн Умар говорит, «Канан Набию, салалу асламу, Абу Бакар и Умар, ради Аллаху, юсалу на Идайни, кабли л-хутба». Ибн Умар говорит, что Пророк, салалу аслам, Абу Бакар и Умар, они читали сперва намаз, а потом делали хутбу. То есть, так сунны нам пришло. Также в хутбе, в шафиевском азхабе, когда он начинает первую хутбу делать, тоже говорит такбир. В первой части хутбы он говорит 9 раз такбир. То есть, до того, как начать хутбу, он говорит, «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар», 9 раз говорит «Аллаху акбар», потом «Альхамдуллах, начинает хутбу». А в втором, когда он взял паузу, сел и потом стал завершить вторую хутбу, он делает 7 раз такбир. То есть, он говорит «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар» 7 раз, и потом продолжает хутбу делать. Это то, что в шафиевском азхабе является сунной. «В 움직ишь fram, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар». И мусульман начинает такбир кричать и говорить. С того момента, с ночи до праздника уже, как только ночь наступило ночь до праздника, люди начинают такбир кричать. До самого праздничного намаза – Пока завтра будет праздник разговения, уже ночью сегодня такпир говорит сунна. Им говорит такпир сунна, и после этого намаза, пока имам не станет праздничный намаз читать, до этого момента говорит такпир про себя громко вместе сунна. Как только имам станет читать праздничный намаз, уже такпир не кричит. Но это праздник разговения, а праздник жертвоприношения, после всех фарз намазов люди кричат такпир. Когда начинает, начинает с утра, день Арафа, начиная, кончая, пока после Арафа еще 4 дня они такпир делают, после каждого намаза. То есть после Арафа второй день что? Праздничный день, правильно? Праздничный день, один день, праздник жертвоприношения, еще к нему Аяму Ташриха 3 дня приписывается. Это все 3 праздника тоже. 3 дня тоже праздник входит. Эти дни запрещено поститься. И эти все 3-4 дня можно курбан зарезать, жертвоприношение сделать. И все она засчитается как жертвоприношение. На 4-й день после Арафа уже такпир прекращаем. Эти 4 дня после каждого намаза люди такпир кричат. У нас там, где шафиити особенно так делают. Здесь маликиты они так не делают. Это в шафиитском азабе является суннай. И сейчас мы посмотрим на этот далиль. Бухарий, в своем сборнике достойных хадисов, Таалик Хан, рассказывает в своем теме. Те, кто сидят в мечети и слушали это, они тоже так же кричали. И те, кто в рынках, тоже начинали повторять за ним такпир, говорят, пока на рынках в Мина, то есть в Мина все, кто это палаточный городок, все начинали кричать такпир. Ибн Умар, его сын Абдулла, тоже, и в Кабберу Бимена, Трикал Айям, эти дни, говорят, кричал такпир в эти дни. Хальфа салават после намазов. В Аля, в фераши, даже в постели. В Фустад, его мажли с его мужа, когда он отдыхал в своем палатке, когда сидел, когда шел, постоянно так кричал, говорят. Трикал Айяму Джамей, эти все дни. То есть праздничный день, эти три дня после него. И шафиицы взяли эту основу за основу и считают это сунной и качают такпир. Фаслун, раздел. Намаз, который читается, когда затмение. Это является сунной муаккада. То есть то, что пророкство сам постоянно делал, не оставлял. При каждом затмении пророкство сам читал намаз. То есть это не каждый день, конечно, тоже бывает. Это редкие случаи. Если ты упустил, ты не успел с имамом почитать намаз, который читается при затмении солнца или луны, ты ее не можешь вернуть или восполнить. То есть она уже ушла. Затмение солнца или луны читается два рака. В каждом ракаате по два раза фатиху читаешь и по два раза суру читаешь. И долго читаешь. В одном ракаате два раза читаешь фатиху и суру и два раза руку идешь до сужуда. То есть ты ушел руку с первого раза, потом поднимаешься и заново начнешь фатиху читать. Заново читаешь суру. Потом опять руку идешь. Два раза руку пошел и только после этого идешь на сужуд. В каждом ракаате два высота чтения фатиха и суры, которые он долго читает, то есть длинные суры читает. И руку тоже долго сужуд делает. То есть ушел на руку, он почти столько-столько стоял, столько же руку стоишь. Очень долго. Как мы три-пять раз, десять раз сужуд делаем. Дуна сужуд, но не в сужуде. Так долго не делаешь. И после этого два хутба делаешь. Имам встает и объясняет. Когда ты читаешь затмение солнца, ты про себя читает имам. И когда он делает затмение луны, тогда он громко читает. Это значит вечерный намаз получается. Теперь пойдем разберем. Здесь хадис, который передал Бухари муслим от Аиши. И она объясняет, что было при пророке Саусамдата тмение солнца. И он почитал с людьми намаз, который является сунет, чтобы читать. Он стал, говорит, и начал долго читать суры. Он по себе читал, конечно. И он пошел на руку и долго был. И он опять стал и долго читал. И он был чуть меньше, чем первый раз, когда он встал. И он пошел на руку, и он пошел на руку, и он пошел на руку, но чуть меньше, чем первый раз. И он пошел на руку. И он пошел на руку. И он пошел на руку, и долго также был. И он сказал, что он следит за руку. И он следил за руку. И он так же самое сделал на втором руку. И повторил. И он следил за руку. И потом они уже решились, когда солнце уже открылось. То есть к концу затмения солнца уже. уже ламаз закончили. И он сделал хутбу среди людей. После затмения солнца пророка умер сын Ибрахим, по-моему, насколько я помню. И после того, не пройдя много времени, получилось затмение солнца. И люди сказали, как бы это то, что сын пророка умер, затмение получилось. В прошлый раз я сделал хутбу и сказал, поистине солнце и луна – это одни знамения Аллаха. Они говорят, что затмение не получается, солнце и луне, за то, что кто-то умер, кто-то остался живым. Когда вы увидите затмение, говорит, «Фаду Аллаха, вакабберу, вассаллу, ватасаддаку». Делайте дуа Аллаха, говорит, делайте такбиры, читайте, говорит, намаз, который вы должны читать в Сурбасуне, и делайте садака. И это не связано с смертью, с жизнью кого-то, говорит, это знамение Аллаха, и просто надо делать дуа, садака, читать намаз и такбир делать. Запомнили, да? Так, идем дальше. Фаслун, раздел. Намаз, который, чтобы просить дождь, тоже является сунной. Когда у людей засуха, нет дождей, портятся огороды, животным нечего кушать, что нужно делать? Имам выходит с местным населением и просит дождь у Аллаха. Это сунна, говорит, даже мусафиру, и даже можно одному тоже делать. Можно и джамаатом делать. Дальше. Хадис, которым передался от Була Була Мзаид Аль-Мазини, раздаваллаху, аннаннаби, салаллаху, али-а-васаллам, хараджа али-мусалла фастаска. Пророк Слава Слава Слава, вышел, говорит, место отведенное для чтения на праздничных намазов, для таких на Майдане, не мечеть, а за пределы, и попросил дождь. Фаста, посмотрел в сторону Кибли, али-а-васаллаху, свою одежду перевернул, задавал на период одев. Я не почитал два раката. Это такой короткий хадис, но имеется в виду, что это сунна, это хадис передал Бухари. Имам повелевает народу, прежде чем выйти, чтобы они покаялись, чтобы все покаялись искренне перед Аллахом за свои грехи. Вы знаете историю Муси, али-а-васаллаху, когда он попросил дождь Аллаха за своим народом, Аллах не дал дождь, и он сказал, «О, Аллах, почему ты не даешь дождь?» Он сказал, «Между вами есть один человек, который не покаялся». Весь народ вышел, животные погибают, огороды высыхают, и это уже голоду, к большому голоду идет все. И Аллах не дает дождь за одного грешника, потому что он не покаялся. И потом дождь пошел, и Муса спрашивает, что случилось, он покаялся, говорит. Скажи, «Кто мне?» А когда он еще не покаялся, он спросил, «Кто он?» Он сказал, «Как я могу раскрыть тебе грешника, когда он скрыл свой грех?» «Как я могу опозорить?» Когда он покаялся, он сказал, «Скажи сейчас, как я могу?» Когда он грешник был, я скрылся, когда он покаялся, «Как я тебе раскрою?» На самом деле, покаяние людей, это очень важно. Аллах посылает несчастье и испытания для людей, чтобы они покаялись, вернулись к Нему. Чтобы мы взяли к Нему искренне. И если дождь, это общая барака, и все получают его пользу, нужно, чтобы все, в общем, были покаялись, и чтобы все вернулись к Аллаху. Иногда, из-за грехов одних несчастных людей, залимов, которые себе злому делают, иногда Аллах лишает барака очень многих людей. И фитнес, если она постигает, и несчастье, она постигает всех. Она не касается только залимов, она касается всех, почему вопрос? Потому что в любом обществе, где есть залимы, которые выпивают, делают несправедливые вещи, нечестивцы, которые так открыто грешат, Аллах посылает несчастье, когда они открыто это делают. Скрытые грехи всегда были, и даже в медицине были. В случае общества были скрытые грехи. То есть, кто мог какой-то харам сделать. И воровали, и зина получалась, и выпивали. Но это было в очень маленьком количестве. То есть, они же не святые, ангелы были. У них тоже люди были, у них тоже могли какие-то фитнес попадать. И Аллах по своим предопределениям сделал, что они какие-то грехи сделали. И за счет этого мы узнали, какие охкамы на них делают на практике, как с этим взаимодействовать. Суть, когда в обществе никто это не порицает, никто ничего не исправляет, Аллах наказывает всех. Например, дискотеки, вино, пьяные валяются, никто не повелевает одобряемому, никто не порицает порицаемое, никто не злится ради этого. Это общество Аллаху уничтожает. И вместо них могут быть праведники. Аиша, ради Аллаха, она говорит, «Разве Аллах нас уничтожит, если среди нас будут праведники?» Он говорит, «Наам». Да, говорит. «Изакасирал хабас». Если грязь увеличится, то есть нечестий вообще слишком много будет. Аллах всех уничтожит. В другом хадисе, в другом ревейте говорится, что там скажут, когда ангелы пойдут их наказывать, но уничтожать, скажут, что ангелы скажут, что среди них есть какой-то праведник, который сам по себе поклоняется, не грешит. И Аллах скажет, говорит, начните с него. Потому что, говорит, его лицо не краснело, когда он видел запретное. Он не злился. То есть, если мы видим порицаемое, и нам наплевать, или так в общем обществе это становится нормой, Аллах всех уничтожает. И то, что ты сам по себе хороший, там сидишь на коврике, на матче, читаешь, четко кидаешь, это абсолютно ничего не значит. Ты не только должен быть для себя хороший, ты должен быть для общества хороший, ты должен исправлять общество, когда они лгут, они выпивают, они развратничают, ты должен останавливать, по мере возможности, делать насиха, исправлять. Как минимум, самый слабый имам, что говорит в хадисе? Просто сам говорит, тот, кто увидит из вас мукар, запретная, пусть ее поменяет рукой. Да, ты не можешь на уровне власти поменять, дискотеки закрывать, но ты своего племянника, или сына, или брата туда не пустить, можешь же, на сиху сделать, исправить, поругать, наказать, да, свою дочку пустить не можешь, племянницу, да, каждый, если свою семью будет оберегать, там некому будет вообще прыгать, танцевать. То есть, если можете, рукой исправляйте. по мере возможностей. Второе, или там разбил эту бутылку водки, увидел, там выпивают, там молодые, такие юные, ты взрослый человек, ты можешь разбить эту бутылку, тоже их поругать, тоже домой отправить. Второе, это, если ты не можешь, пророку слову, то языком исправить. То есть, ты чей сын, Ахмада, он сюда позвонил, Ахмад, твой сын, здесь ворует, выпивает, разберись с ним. Ты языком исправляешь, то есть, ты сам не имеешь права убить там, это чужой человек, но ты можешь подключить людей, его родственников, он тебе будет благодарен, потому что отец может не знать, чем он занимается. И так же можешь твою сестру, или там, те, кто старше тебя, мать твою, если она неправильно одевает хиджаб, или там, какие-то неправильные вещи есть, ты можешь на всех одевать, языком исправить. Объясните аяты, за то, что так нельзя, мама там, или сестра, там, разницы нет. То есть, насколько можешь, языком исправляешь, и кого нужно, подключаешь. Если они тебя не воспринимают, ты подключаешь дядю, там, кто, кто на него мог повлиять. Это тоже языком исправить. Самое, самое последнее, что такое, если ты языком не можешь исправить, то есть, нету такого варианта на них повлиять. Ты сердцем будешь недоволен. То есть, когда ты видишь, что это идет запретное, ты говоришь, ну, я недоволен, я не согласен с этим. Вот сейчас по беспределу кого-то сажают. Как минимум, многие могут словом это, как бы, порицать, что это беспредел, это несправедливость. Самый слабый иман, это когда ты сердцем недоволен. Самый слабый. А дальше этого ничего нет. Если тебе и сердцем наплевать, и вообще, ты видишь, явно харам, несправедливость, и твоей никакой реакции нету, ты мертвый человек. Ты мертвый, мертвый, который в могиле. Никакой реакции нет. Где твой иман? Когда ты видишь несправедливость, зульм, нечестие, греховное, порочное, ты должен красне, ты должен злиться, ты должен исправлять. Например, самый слабый иман как описывается? В этом доме вот ты пришел в гости, тебя позвали, и там при тебе делают зульм человеку. Или при тебе насилуют девушку. Ты говоришь, ну я ни при чем, я не участвую, и сидишь там. А что ты там делаешь? Если ты не причастен, ты не согласен, почему ты в этой компании сидишь? Например, есть компании, издеваются над аятами или над религией, ислам. Над сунной издеваются, насмехаются. А что ты с ними делаешь? Аллах сказал, встань и уйди, пока они эту тему не поменяют. Там, когда насчет аятов Аллаха и Курана, люди насмехаются, там издеваются, ты не имеешь права сидеть. В любой группе, где насмехаются над исламом, мусульманами, где делают гриба, бухтаны, ты там сидишь и это все, мусор с ними кушать и ковыряться в наджазе, ты не имеешь права. Ты должен встать и уйти. Это самый слабый иман. Ты-то должен языком останавливать, по мере рукой останавливать. Не можешь встань, уйди, скажи, я не согласен с вами. Очень сильно влияет, когда вот мы, ты пришел, на какой-то гости тебя пригласили, оказалось там день рождения. И они хотят спиртное пить, они хотят танцевать с женщинами, мужчинами, перемешку. То есть идет явный харам там. Твоя реакция. Я не пью, я не танцую и сидишь там. Ты что там делаешь? Это не твое место. Значит, один учитель говорит, семейная пара идет в ресторан и садятся, мусульмане. Сюда смотрят, ау-зу-биллах. Сюда смотрят, ау-зу-биллах. Сюда смотрят, ау-зу-биллах. Эй, ты что там делаешь? Это не твое место. Ты изначально не туда пришел. И куда ни смотри, там женщины без хиджаба, и музыка играет, и спиртное там продается, и нехаляльная еда. Ты вообще что там потерял? Зачем ты пришел с семьей в такое место? И сам тоже не можешь пойти, и семью не можешь. То есть там, особенно в Москве много бывает. Дорогие рестораны идут мусульмане, халяльной еды нет, музыка, спиртное вокруг да около пьют. Это все харам. И самый слабый имам твой был встать и уйти оттуда. Ты почему там сидишь? Есть же халяльный кафе тоже. Есть же замена? Есть. Чуть-чуть подальше можно ехать. Может быть, чуть-чуть. Не такой сервис уровень, но это халяль. И там ты не увидишь такой харам невещей женщине там или спиртное, или там не будут свинину с этим местом продавать. На салуу аль афиа. Самое слабое это оставить. Вернемся к тому, что имам хочет просить у Аллаха дождь. И он начнет с того, что он повелевает людям покаяться перед Аллахом. Если они кого-то притесняли, у кого-то что-то забрали, это тоже вернуть из всей зульмы, которую они делали для справедливости, чтобы это исправили между людьми и между собой и между Аллахом. Также если они с кем-то там враждовали, чтобы они с ним помирились. С кем-то ты не общался, спиной там братам, родным соседам. Надо помириться тоже. На четвертый день имам выходит со своим народом, то есть, где они живут с этим населением, в подсёпанной одежде. Не в новой одежде, не в чистой одежде, не в самой дорогой одежде, а наоборот, в самой такой рабочей одежде. И очень скромно унижаясь перед Аллахом. И так же, как праздничные намазы, так же два раката почитает он сумму. Вначале он семь так первых сделает, до того, как Фатиху начать читать. В втором ракате пять так первых сделает. Праздничный намаз так объясняли, что надо делать. После этого он делает хутбу, после того, как дождь попросят, делают хутбу. И он свою одежду, флаж, которая накидывается, переворачивает задом наперед, левую сторону направо, так все одевает задом наперед. И очень много делают дуа и просят прощения в Аллахе. Истихфар делают. И надо делать дуа, которую делал пророк Саусам. И здесь приводится дуа, которую он делал, Аллахума, джалха, суки, рахматин, улата, джалха, суки, адаб. Улата, сделай это дождь, чтобы она была для нас напоение милостью и не было как бы наказания. чтобы от него не затапливалось, ничего не разрушалось, потому что после сильных ливней пойдут, что бывает, некоторые места затапливают. Даже в Мекке бывают какие-то моменты, даже было машины сносило. У них не расшитены стоки для дождей. Когда большие дожди идут, проблемы были. То есть он просит Аллаха, чтобы она была дождем милости и не была дождем наказания. Как мы видим, наводнение даже было в России. тоже было. Некоторые наследственные пункты все смывают. Есть даже хадис, Пророк Савсам делал хутба на Мимбаре. Прошел бедуин и сказал, я, Расул Аллах, погибает все, что мы посадили. Погибает животное, все высыхает, нет дождя. Просил Аллаха дождь. Пророк Савсам там же, прямо на Мимбаре, поднимают руки, вот так, подмешки видно, поднимают руки и просит дождь. Обильный дождь, он попросил от души дождь. Они не вышли из джума, пока уже дождь, откуда не возьми, с тучи собрались и пошел дождь. Мощный дождь пошел. И второй джума, после следующей джума, приходит тот же бедун, говорит, я, Расул Аллах, попроси Аллаха, чтобы дождь прекратился, поднял руки и сказал, о Аллах, хава алейна, о ла алейна, вокруг нас, чтобы было, но не на нас. Там, где растут деревья, там, где есть ущелье, попросил дуа, чтобы эти тучи разошлись и вокруг Медины шел дождь. Там, где огороды, там, где сады. И одни из разных хадисов собраны здесь дуа, из которых надо просить, когда просят дождь. просим тебя прощения, ты являешься прощающим. Пошли на нас в небеса, как бы с дождем. И это в аяте Кур'ана Аллах говорит, я сказал им, чтобы они просили у Аллаха прощения, прощающего. И что я вам не спошлю с небеса дождем и дам вам детей и имущество барака сделай. То есть тот, кто хочет, чтобы Аллах сделал барака его семье, потомстве, имуществе, побольше надо и стихвар делать. Любое свободное время, особенно после утрен намаза, до утрен намаза, человек, который очень много прощений, стихвар делает, Аллах делает барака его семье и имуществе. Дает их детей. И те, кто на базарах торгует, мажут деньгами, починят, как продают, деньги мажут на свой товар, чтобы было барака. Эта бумага, которую ты мажешь, ничего не дает. Дает Всевышний Аллах. Если ты до утрен намаза и после утрен намаза станешь, до утрен намаза почитаешь, что будешь просить Аллаха прощения, и после утрен намаза делать тасмихи, ацкары, дуа, и просить Аллаха прощения, Аллах сделает барака твоей торговли, барака твоей семье. У кого не было детей, Аллах даст детей. Но ни в коем случае эти шаманские вещи ничего не помогают. Это наоборот, если ты подумаешь, что это деньги тебе что-то дают, то, что ты мажешь, или красные ленточки на руке носят, это все является элементом многобожия ширка. Ленточки и деньги, которые ты мажешь, ничего не дают. Ни синие какой-то глаз, они что-то тоже клеят, подкову клеят. Не подковы, ни синие глаз, ничего не может тебя уберегать от зла, кроме как Всевышний Аллах. И если это дуа крепости мусульманной, которая защищает от сглаза, защищает от джинов колдовства, утром, вечером аскары читаешь, аят курсы читаешь, перед сном улгу фалак нас и аят курсы фатиха читаешь, на ладони дуешь руки и обтираешь себя, как по три раза читаешь тебе ничего не можешь делать. Особенно те, кто во сне видят джинов, их пугают, их всякие страшные сны видят, или некоторых джин парализовывают во сне. Часто человек хочет спать, джин полностью парализовывает, он еле дышит. Многие жалуются, некоторые не понимают, что это джин. И ты можешь избавиться, кроме как начать упоминать Аллах, потом фалак нас читает, по три раза ладони обтирать, и тогда тебе ничего не сможешь делать. Это лучшая профилактика, лучшее лечение. При Умар ибн Хаттабе была засуха, и годами не было дождей. Было очень тяжелое положение, людям реально нечего было кушать, и животные погибали, даже ее резать не было смысла, никакого мяса на нем не оставалось, ничего было кушать, не было травы. И Умар ибн написал в Египет, в Шам, в Сирию, чтобы они отправили им провизию, то есть из их урожая, там где дожди были. Они отправляли большие караваны с муществом, Умар ибн Хаттаб сам лично варил, кормил бедняков. Люди приходили толпами, приходили в Медину, чтобы им досталось отказный мусульман, чтобы они могли кушать, как беженцы. И Умар ибн Хаттаб тогда сам не доедал, женам не спал, покой не находил, пока мусульмане голодают. Даже когда верблюд зарезали, которые отправили для них, чтобы кушать, ему принесли такое мягкое мясо, может быть, с ноги, которое считается хорошей частью мяса, и он сказал, отказал это кушать, он говорит, пока каждый мусульман бедняк не покушает, я не буду себе это позволять. И он кушал черствый хлеб с оливками и желудок даже, журчал у него от голода, он говорил, журчи, не журчи, я тебе ничего не дам, пока каждый мусульманин не поест. Так он очень строго к себе относился, даже была история, что к ним пришел Халид ибн Валид и еще один сподрежник, и он поставил обед, то есть до обеда задержались, дела решали, и ему принесли обед вместе с гостями. И там такие кости, которые нормально мяса, нормально нету, такие еще несвежего вида, и хлеб такой черствый, который тоже может быть несколько дней, и оливки тоже было. Эти сподвижники воздержались, короче, не кушают они. Ромар говорит Ивану, почему вы не кушаете? Они сподвижников не было, как сейчас у нас каждый человек врет просто бессмысленно. А, я сытый, а в Аллах я кушал там. Ты зачем обманываешь? Это же неправда. Они сподвижники всегда прямо говорили, как есть все. Просто наше время так сильно распространилось ложь, иногда абсолютно бессмысленно было, просто по привычке человек лжет. И правду разучились люди. Даже в тебе тоже они сомневаются, что ты что-то не так говоришь, потому что они сами лгут постоянно. Они говорили прямо в лицо как есть. говорит, мы чуть-чуть подождем, домой пойдем, нам свежий хлеб дадут, нормальную, вкусную еду. Это что такое? Он говорит, я лучше умею кушать. Я тоже могу приказать, молоденького козленка зарежут, свежее мясо принесут. Я прикажу, на угулях хороший такой свежий хлеб в этой дуне. В принципе, Омар он себя очень сильно требовал. Это аят, который Аллах сказал в Коране вы эти все милости, которые блага в этой дуне попробовали и наслаждались. В Ахира вам ничего не светит, Аллах говорит. Это кафирам Аллах говорит. Вы в этой дуне наслаждались, ничего не отказывали, что вы ходите в Ахира. Этот аят он на себя берет и говорит, в этой дуне не хочу эти хорошие все, это Ахира, короче. Ну, опять-таки, человек может себя так требовать. Правильные предшественники, наши сподвижники они себя требовали сверх себя требовали и очень сильно себя осуждали и себя считали Умар считал себя мунафигом. Он шел за Ханзалом и говорил, нет, за Хузаефа и говорил, Хузаефа, мое имя среди мунафига. А Хузаефа был одним из хранителей секретов пророка с ослом. Только он знал по именам каждого мунафига имя. И Умар докучал, говорил, мое имя среди Абу-Бакар после него следил Умар и Лучший из людей нашей умы считал себя мунафигом. Сейчас новые ахли сунна испеченные считают себя самыми истинными мусульманами, самой правильной акидой, супер сунна соблюдатели, все остальные забудшие, все остальные неправильные, все остальные хавары, ихваны и такие и такие. Раньше они себя считали мунафигом. Себя спрашивали, если один грех сделают, они покоя себя не находили. Сейчас мы все обвиняем во всех грехах и всех считаем ненормальным, неправильным. И только вот он самый правильный, его шейх самый правильный, только у них с ним надо брать, только с ним надо сидеть. Это чувство внутри ущербности и чувство желания быть превосходным от других, это какая-то болезнь этого общества, когда Умар обн-Хаттаб говорил спрашивайте себя до того, как с вас будут спрашивать, он говорит, Всевышний Аллах пока с вас не спросит, сами себя спрашивайте, хисаб делайте себя, спрос делайте себя, говорю, взвешивайте свои весы, свои деяния, прежде чем вам их извесят судний день. Например, день прошел, вот еще один день закончился, что я сегодня сделал такое, чтобы приблизило мне к Аллаху, сколько я хорошего сделал, сколько я плохого сделал, сам звесь, прошел день, что-нибудь полезное сделал для ислама, для себя, для Ахира, для вечного, нет, а греховное сделал, да, сказал лишнее, посмотрел лишнее, услышал лишнее, может быть, кого-то обидел, кого-то обматерирую, то есть спрашивайте себя, извешивайте свои деяния, а все люди, дай любую поводу, тему, начинают других обсуждать, обхаривать, и вот эта болезнь, вообще просто людей постоянно осуждать какого-то у кого-то как уже смертельная болезнь, просто не может кого-то упомянуть, чтобы его не осудить, общих знакомых кого-то за столом поднимает, сразу начинается тема, что-то плохое, которое с ним связано Богом, он сразу это говорит, почему ты хорошие не вспоминаешь и хорошие не говоришь, обязательно только плохое, Аллах это болезнь, это болезнь, которую шайтан распространил среди мусульман, и мусульмане уже подселены это, как курение сигарет, или как наркотик, болезнь гриба делать, люди обсуждают, от этого очень тяжело лечиться. Вернемся это погибают, животные погибают, и есть Асар, история от Умара, который передавался, он говорит, они тоже вышли просить дождь, понятно, что мы же говорим просить дождь, наша тема, пришли просить дождь, и они попросили Аббаса, дядю пророка, чтобы он просил у Аллаха дождь, и он сказал, Умар и Хаттаб сказал, сейчас очень важно внимательно, чтобы слушали те люди, которые себя считают суфиями. Они эту же историю приводят в свое доказательство, хотя эта история доказательство против них, и она очевидна и явна. Умар говорит, когда был пророк с Солосом живой, мы просили у него, чтобы он попросил у Аллаха дождь, но он умер, говорит, и мы сейчас тебя просим, чтобы ты попросил у Аллаха дождь, так как ты являешься дядя пророка Солоса. Ибн Аббас поднял руки и попросил Аллаха дождь. Эти люди говорили Амин. И Аллах дал им дождь. Теперь внимание, вопрос. Если можно было мертвых просить, и это помогало, буквально рядом с Умаром Хаттабом, где он имамом стоит, буквально там в 20 метрах могила пророка Солоса. Дом Айчи был прямо притык к мечети, прямо он с дома мог выйти в мечеть и читать намаз. И в этом же доме похорон пророка Солоса. Допустим, Умар в мечети собрал, может, потом он пошел за Мединой, но они собрались. Вот могила пророка Солоса. Если мертвых можно просить, то самый лучший из всех мертвых, которые умерли, это пророка Солоса. Лучший из всех пророков и лучше него никого нет из всех живых. Вот его могила 20 метров от тебя. Зачем ты просишь живого Аббаса? Потому что мертвых нельзя просить, потому что это не помогает, потому что это протварище суньи пророка Солоса. Потому что Аллах сказал взывайте к нему. Он говорил мертвым, даже праведникам. Аллах говорит те, которые вы просите кроме Аллаха они такие и пророк Аллаха раб. И ангел пророк Аллаха раб. И самый праведный человек он раб Аллаха. Аллах нас не учил и пророк нас не учил чтобы рабы просили у рабов. Аллах нас учил чтобы мы просили у него. Аллах сказал в Коране что это Бакара если мои рабы тебя спросят Мухаммад про меня скажи им что я близок. И многие суфи говорят тебе что Аллах далек. Ты что тебе далеко до него и твои молитвы не слушают. Субхан Аллах те учителя и праведники как бы Авлия или шейхи которые должны рабов Аллаха приближать к Аллаху и сказать что Аллах на твои молитвы отвечает что Аллах тебя любит и Аллах принимает твои покаяния. Аллах хочет чтобы ты у него просил и просит Аллаха дело дуа это одно из лучших поклонений Аллах радуется когда у него просят а ты вместо этого отдаляешь рабов Аллаха и говоришь нет ты такой грешный что твою дуа Аллах не услышит тебе обязательно нужен посредник и у христиан есть эти посредники в церквах сидят специальные будки бывают у них там заходят поп и у католиков и к ним заходят туда в соседнюю будку кабинку будку человек и начинает все грехи им рассказывать этот поп отпускает грехи и он как бы посредник между Аллахом он как бы секретарь его это же они придумали в Аллахе Аллах им это не поручал Аллах не говорил чтобы кто-то им посредник вся прелесть ислама в том чтобы любой человек приняв ислам может сразу напрямую Аллаху вызывать что ему не нужны посредники что он может любое место на земле просто стать и помолиться Аллаху у христиан кроме как церкви такого нет у них специальные места у мусульман Аллах сделал отличие что в любом месте на земле он может стать и помолиться Аллаху любое время поднять руки и делать дуа и Аллах тебе услышит Аллах говорит я близок я буду отвечать на взовы тех кто меня просят когда Аллах говорит я близок недалеко не говори что от них далеко скажи я близок в другом аяте Аллах говорит я ближе к своему рабу чем его яромная вена сонная мозг доходит от сердца прямо ближе чем это Аллах говорит ты ты умир так близко где твои мысли где человек сохраняет всевышнего людей близких в мозгу помнит я ближе буквально притык я читаю твои мысли Аллах читает наши мысли знает что ты хочешь знает что ты просишь он слышит все мы же верим почему ты ее отдаляешь ему нет вместо этого не говори что через шейха мертвого надо просить ты скажи ему брат покайся твой Аллах от молитвы не отвечает потому что ты не каешься покайся перед Аллахом делай стихфар а тот шейх и я например как шейх или учитель моя задача тебе наоборот объяснить кто является наш Господь его имена его атрибуты что он слушающий прощающий милосердный принимающий покаяние любящий я должен тебя ознакомить со своим торцом научить его атрибутам и именам я должен научить тебе его сунне пророк остался чтобы ты через сунну приблизился к Аллаху через поклонение приблизился если ты был далек ты должен его приблизить в этом задача ученых и шейхов и студентов не задача ее отделять сказать без меня ты не обойдешься тебе надо туда могилу туда идти и у него просить нет так если можно было делать то Умар не просил дядю Аббаса он попросил у пророка мертвого но он не просил у пророка это Умар Аббхаттаб праведный халифа и пророк сам нам завещал чтобы мы следовали его сунне и сунне четырех праведных халифа не тому слепому который они сказали что там есть слабый хадис что там он попросил через хак Мухаммада нет этого слепой сподвижник нам не говорили что ее сунну брали у сподвижника между ними тоже были какие-то разногласия в вопросах и Умар Аббхаттаб так не делал если так можно было и так нужно было мы уверены что Умар Аббхаттаб никогда не оставил бы то что нужно и что полезно то есть мы должны живой имам должен пойти и он должен делать дуа другие должны говорить амин ассаламу алейкум ва рахмату ллахи ва баракату